Цены на ряд лекарственных препаратов и продовольственных товаров продолжают расти. Естественный инфляционный процесс, повышенный потребительский спрос этому способствуют. Оперативную ситуацию в Чувашии обсудили на совещании в Доме правительства. Надбавки в аптечных организациях республики за 2020 год одни из самых низких в России. Они составляют почти 17%. Основная причина увеличения стоимости – рост закупочных цен производителей. По данным мониторинга цен, проводимого Росздравнадзором, в период с января по декабрь 2020 года уровень розничных цен на препараты амбулаторного сегмента в Чувашской республике вырос на 5%, что сопоставимым с ростом уровня цен по Российской Федерации и Приволжском федеральном округе. Кроме того, в республике за последние несколько месяцев произошло резкое колебание цен на некоторые продовольственные товары. Например, стоимость сахара и подсолнечного масла сначала резко выросла, а после подписания соглашения с федеральными торговыми сетями пошла вниз. По сравнению с декабрем 2020 года рост составил 1%. В пределах текущей инфляции выросли цены на свинину, яйца куриные и крупу гречневую. Повышательное давление на динамику цен в текущем году оказало ускорение роста цен на плодовощную продукцию от 5 до 31%. Вместе с тем ценовая динамика на плодовощную продукцию в целом соответствует уровню последних двух лет. Таким образом, основной фактор роста цен носит сезонный характер. Отмечено снижение цен на молоко, соль и хлеб. Уровень допустимых наценок в магазинах регулярно проверяют специалисты антимонопольного ведомства и Минека. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика.